Татьяна Вакарына была талиновитой, мужной, житерадостной, эмоцной духом девчины. Она с детинства покутывала тяжким захворванием опорно-рухального аппарата, але это не перешкоджало ее и просмостатство выказывает свои самые щирые почутки и эмоции. Она была оптимистом и постоянно шукала шляхи до развития своего таленту, примала активную делу в городских, областных и международных выставах, заявлялась лауреатом в матликих творческих конкурсах. На жаль, хворобу передолеть не отрымалась, Татьяна Вакарына поишла с життя, але покинула после себе саправды богатую мастацкую спадшину. Татьяна – большой профессионал, потому что, скажем так, обычный художник, он может рисовать за мольбертом, он может рисовать, ну скажем так, с разных ракурсов. Она рисовала полулежа в постели. Ей было достаточно сложно, но несмотря на это, вы сами видите, что работы у нее излучают солнечный свет. Разглядаючи представленные у галереи картины, склада на себе уявить, что их створю человек прикованный до инвалидного кресла. На полотнах – миниатюрные балерины в образе любимых домашних гадаванцев, а так само краевиды родного Гомеля, якие так натхняли автора. Малевать Татьяна Вакарына пошла еще в детстве. Досягнуть значных поспехов у выявленшем мастаццве, смогла, дякуючи постоянной подтримцей до помощи своей мате. Валентина Вакарына николи не перешкаджала творшим интересам своих дятей. Увы, не ку сын стал поспеховым артыстом у Франции, дачка – талиновитой мастачкой, вядомой далеко за межами Гомеля. На открытии выставы, присвященной памяти Татьяны Вакарыной, собрались только самые близкие люди. Они вспоминали ее невышерпный энтузиазм, житевый оптимизм и безмежную тягу до мастаццва. Не глядяши на то, что организаторы проекта поспробовали максимально полно представить творчость Татьяны Вакарыной. Эта экспозиция хочет про ее уникальное умение дарить людям добро и запаливать у их душах прагу до життя. Она как магнит притягивала к себе. И причем, я вот сейчас говорю, Танечка была как лучик, который проникает в сердца других. Она умела поддержать других, несмотря на то, что у нее не всегда... Ей тяжело многое давалось и все. Но все принимала она с оптимизмом. Вероника Варашилина, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».